что ж салютики друзья сегодня немножечко другая локация смотрите не морюшка не город сегодня мы поехали в другом направлении прогуляться направлении бенахавис наверно не знаю правильно читаете испанская х или не читается в принципе это и есть этот ближайший городок и дом относится к этому городу я вам скажу мы проезжали вот я зря не поснимала на обратном пути поснимаю потому что я была по другую сторону машины неудобно было снимать я скажу вот здесь вот идеальная местность для вот прогулок нашей семьей с семьей горы много всяких красивых прям таких приятных оборудованных дорожек пешеходных именно в горах вот посмотрите видите и там когда проезжаешь есть парковка и вот разные маршруты вот именно в этой местности очень мне понравилось вот из всего наверное что проезжала за эти дни на машине именно вот так визуально я же присматривалась где можно еще погулять где какие места вот это мне пока приглянулось прям вот особенно вот в такую погоду как сейчас вот прям идеально зимой для пеших прогулок в горы когда солнце не печет летом конечно это уже не то пальто как говорится но мы гуляем с детям маленьким поэтому в горы мы конечно не пойдем 1 естественно тоже не пойду а вот с сашей саши есть над чем подумать действительно классно и в гугле в интернете загуглили интересно показывать прям супер живописно те же ущелья с речушками все тут есть сегодня плюс 20 пасмурно и даже обещает дождик мне кажется мне даже на лоб две капли упали приехали в общем в такой замечательный парк очень красивый ухоженный и знаете закрывается на ворота ворота закрываются чтобы дикие я не поняла кабаны сюда не ходили в общем какие-то дикие животные плана в принципе прогуляться по парку пока дождь не пойдет если он пойдет ну а завтра друзья я уже отчаливаю домой для тех кто соскучился по бытовухе сегодня нам установили туалет я буду вам рассказывать и показывать заодно парк гулять по парку до меня вы уже видели сегодня нам установили саша уже присылал видео туалет установили раковину смеситель планировали бачок от туалета оставить старый но все-таки разгулялись так сказать поставили все-таки новый батарею на место поставили поэтому сегодня уже будет тепло дома завтра можно возвращаться посмотри дерево мы видели когда сказали гуляли барселоне эти деревья такие которые воду да в себе я так понимаю набирают они такие разбухают ствол как груша и вот что интересно она лысая и только пару цветочков на нем видите так вот получается одна бригада приходила устанавливала точнее снимала туалет батарею все вот это потом другая бригада приходила снимала плитку старую клала новую плитку и подошли к саше говорят принимаете работу распишитесь а саша как посмотрел был в шоке говорит как расписаться говорит если у вас не закончена работа они как это не закончена а там где плитка там они оставили такую порнографию извините просто не замазали ничем сделали тяп-ляп просто смотришь наверх на кантик плитки и понимая что это вопрос вообще времени что скоро она опять начнет вот так же самое как и был отваливаться я саша мне прислал видео я вам ставлю вот сейчас посмотрите вот как вы думаете шикарная работа местных плиточников он и и Продолжение следует... Ну как, впечатлило? Кстати, дождь не заставила себя долго ждать. Посмотрите уже, видите, чуть-чуть капает. Первый раз я здесь дождь застала, хотя уже обещали до этого какие-то дни. Ну так, чтобы прям я вижу, что дождь, вот сейчас вижу, да. Интересно, это всё или прям будет дождь-дождь? Вот такой приятный парк. Там дальше детская площадка будет, я вам покажу. О, здесь что-то типа сцены даже. Или что-то очень похожее. И, в общем, та бригада не доделала. Можно сказать, женщина пожала плечами. Ну что, Саша не подписалась? Ладно, говорит, мы вам перезвоним тогда, когда придут, доделают. А сегодня пришёл другой мастер, уже установил вот всё, что я перечислила и повесила на шкафчик. То есть, получается, если они всё-таки додумаются и приедут всё переделают, то придётся шкафчик опять сменять. В общем, не понимаю я эту работу и этих работников. Ну, видимо, им платят по часам, им без разницы. Могут снять ещё раз, ещё раз повесить, время тикает. Какая-то крепость здесь стоит. В общем, парк сам по себе очень небольшой. Но ухоженный, красивый, приятный. Наверное, сюда и приезжают местные погулять с детьми. Потому что вдоль дороги тут сильно не погуляешь. Ну и, в принципе, детских площадок вдоль моря есть, но вот так вот на районе там я не видала. Наверное, если у всех такая вилла, почему бы не поставить на своём участке, правда, детскую площадку? Логично. Так, что тут можно, что нельзя? Видите, телефоны экстренной службы. И вот сам город, как это называется. Я не знаю, правильно я прочитала? Бена, Бена Хавис. И вон там горы. Блин, поедем на машине, обязательно покажу. Очень красивые дорожки. Даже покажу, чтобы Саша посмотрел, чтобы знал. Прикинул, стоит сюда ехать, не стоит. Я думаю, что летом жару, наверное, нет. А вот в межсезонье или зимой – отлично. А здесь что такое? Садик, может быть, слушайте? Судя по всему, да. Выглядит, что там какой-то садик. Деревья такие забавные. А здесь, скорее всего, туалет, да? Должен быть. Да, смотрите, для мальчиков, для девочек. Поймите мое любопытство. Просто проверю, работает или не работает. Просто... Нет, не работает. Что здесь написано? Что-то написано. Ну вот, зашла сцена, видите? Трибуны, сцена прям с колоннами. На самом деле, она очень маленькая. Выглядит так прям, как будто вау. Вообще, парк супер ухоженный. Мне понравился. Нам бы в город таких... Да хотя бы один. К сожалению. Я не знаю, вот как в Германии, в других городах с парками дела обстоят. Есть у нас, конечно, парки. Но... Такие парки нам и не снились. Погода испортилась. Прям такие настоящие, каменные, огромные. Вот я такие люблю. И тут уже начинаются дорожки. Ну вот, смотрите, пешеходные тропы в ту сторону и в другую. И маршруты. Все не на нашем, правда, написано. Красивые места для фотографий, да, наверное, здесь? Церковь. Вот и утих дождь. Немножечко погуляем вдоль. Вот до того мостика. И там вот пройдемся. Чуть-чуть, насколько с коляской это будет возможно. Так, здесь маршрут смотрится на 3 часа, я так понимаю. Это вот вверх-вниз. Дистанция. И по круговой. Было бы отлично прогуляться. Но не с коляской, естественно. Да. Тут, видимо, какие-то предупреждения стоят. Вот, скажите, не так удобно, как в Германии, что нет этих обозначений. Синяя, там трасса, красная. То есть, насколько сложно. Или тут что-то есть. Вот этот, может, значок означает, что зеленое? Я не знаю. Вот, видите? Речушка протекает. И там дальше выглядит тоже, как будто бы мостик, не мостик. Что-то стоит, какое-то переграждение. Ага, и дальше зигзагом наверх. Вот так вот. Не знаю, до какой степени. В общем, хорошо и интересно тут гуляешь. Тут своя атмосфера, другая растительность совсем. Нет-нет, даже вот пальмы пытаются пробиться. Для прогулок вот таких, как мы любим, идеально. Ой, а дальше уже и уже. Интересно, да, что вот ходишь, хоп тебе пальма. Хоп тебе что-то. Не такое, как у нас, к чему-то. Вот, допустим, в Альпах такое не увидишь у нас, гуляя. Ну да, совсем другая. Это оливковое дерево? Нет? Вообще нет, а тут какие-то ягоды мелкие. Оливковое крупнее же листики. Чего-то непонятное. Смотри, какое дерево. Какие-то описания растений. Смотрите, подписано дерево, что это дуб. И вот его листья. Но это совсем не дуб. Даже на какую-нибудь березу больше похоже, нет? Ну вот по листьям, если по форме. Ну явно ему очень-очень-очень много лет. По-белорусски будет дуб каркавый, а по-русски дуб пробковый. 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 Пробковый дуб. Видишь, у него ствол такой. Угу. Мы уже возвращаемся. Ну а для тех, кто поэкстремальнее, видите, есть другая тропа. Вот она. И тут уже написано условие, что можно, что нельзя. Что-то там про детей. И там уже по камням битым. Не знаю, какие там дальше условия. Наверное, тоже вдоль воды идешь вот так где-то по низу. Все, нагулялись, едем домой. Видите, опять дождь пошел. Прям действительно погода сильно испортилась. Слышите, да? Дождь идет. Кусты мокрые. Тут не ливень, конечно, но идет, идет ветерок. Неприятно на улице стало. Но это ничто по сравнению с тем, что завтра... В принципе, у нас сегодня в Ахине снег опять выпал и лежит. Но завтра из-за погоды отменяет все школы. Я только не поняла, будет снегопад, гололедица, либо что-то хуже, ураган какой-то. Ну, в общем, школы завтра нет, дети счастливы. Вроде с утра все это должно случиться. Кстати, смотрите, какая красивая пальмочка маленькая. Но завтра мне лететь. Я надеюсь, что все сложится. Что самолет хотя бы не отменят, что к вечеру все утихнет, будет спокойно. Погода наладится. Собираюсь спать. Сейчас монтировала видео, посмотрела. Многим может показаться, как же мы с коляской ползали по горам, по узким тропинкам. Нет, все нормально, коляску оставили внизу. Гуляли недолго, поэтому никто не угнал, все хорошо. И гуляли без, естественно, там было не проехать иначе. Все, друзья, я собираюсь спать. Завтра буду паковать чемоданы. Ну, какие там чемоданы, один небольшой чемодан и сумку. Почему я не ходила по магазинам? Спросили у меня, да. Обычно же я любитель. Вы знаете, как-то не хотелось даже на это тратить время. Вот идешь, наслаждаешься природой и погодой. И как-то, не знаю, может просто магазинов таких, которые хотела зайти, не хотелось. Ну, вот как-то так. Ну, опять же, у меня чемодан маленький, и он витком. Не заходишь в магазин, меньше соблазнов что-то купить и засунуть туда больше. Ну, вот я зашла в Оле, хоп, пешамку купила. В Миланке кое-какую мелочь. Кстати, мальчишкам пока ничего. Может быть, завтра просто хоть и вкусняшку в аэропорту куплю. Себе, ну да, он себе. Как-то так. На легкие гуляла. Были моменты, когда заходила на самом деле в магазин, просто немного и не снимала. Когда хотелось что-то купить. Но знаете, что останавливало? То, что я хочу еще гулять и гулять, а мне придется вот это с собой таскать. В пакете, грубо говоря, да. И вот это реально тормозило. Я не помню, что-то у меня было, я теребила в руках. Хотела купить, уже почти до кассы дошла. А потом передумала, решила, да ну и таскать это. Обувь тоже смотрела, вот я вам говорила, там кожаную. Ну, в общем так. По мелочам, но были у меня порывы. Все, друзья, всех обнимаю. Увидимся с вами обязательно, как всегда, завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok